Проблемы техносферной и экологической безопасности на транспорте обсуждали участники третьей международной научно-практической конференции. Экологичный транспорт, охрана труда и рациональное использование природной энергии – это лишь малый круг вопросов, которые обсуждались на Конгрессе российских и зарубежных представителей промышленных и транспортных компаний. На Первом канале включение из Петербурга. Доброе утро. Конференция техносферной и экологической безопасности на транспорте проводится в Петербурге в третий раз. В этом году она приурочена к 175-летию железных дорог России. О ее важности для страны говорить уже не приходится. Пять лет назад на Первом форуме были разработаны стандарты программы подготовки кадров по техносферной безопасности. Тогда об этом термине никто особо и не знал. А сейчас крупные вузы страны выпускают бакалавров и магистров. Именно здесь формируется научный потенциал, который, не побоюсь этого слова, направляет движение развития в области экологии, в области техносферной безопасности во всей стране. Потому что вы видите, насколько большое представительство. Сегодня более 300 участников, зарегистрировавшихся. Два года назад на Второй экологической конференции была разработана программа экологической и энергетической безопасности на транспорте, которая легла в основу стратегии развития российских железных дорог. Мы разработали программу, которая направлена на очень резкое, будем говорить, резкое снижение воздействия на окружающую среду через различные направления нашей деятельности. Это снижение выброса углекислого газа за счет повышения энергоэффективности переводчинного процесса. Это очень серьезные затраты, которые мы оцениваем по 2013 году. Компания вложит в природоохранную деятельность 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Программа, о которой идет речь, не убрана в долгий ящик. На этой конференции РЖД представил магет газотурбовоза, первого в мире локомотива, работающего на природном газе. По сравнению с дизельными собратьями, он имеет более низкие показатели выбросов в атмосферу и на 20% дешевле по себестоимости жизненного цикла. На экономическом форуме в Петербурге РЖД уже подписал контракт на производство 40 таких локомотивов. За этим будущее развития железных дорог. Из реальных изменений в экологической безопасности на транспорте это передвижная лаборатория. Она также была представлена на выставке. Экомобиль позволяет оперативно выезжать на места аварии и проводить экспресс-анализы. Мы данную лабораторию получили буквально в этом месяце. До этого у нас существовала передвижная экологическая лаборатория на базе «Газели». Она работала у нас при аварийной ситуации в Шушарах в 2010 году. Там произошел сход трех цистернов с дизельным топливом. Разлив, загрязнение было грунтовым. На выставке было представлено и оборудование для аттестации рабочих мест. Эта процедура несколько лет назад стала обязательной и закреплена Трудовым кодексом. По сути, это оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных или опасных производственных факторов. Оцениваться должен даже сквозняк на работе. Какие-то приборы, скажем, измеряют микроклимат. То есть человек работает на морозе или на сквозняке или в условиях повышенной влажности. Они измеряют шум, вибрацию. То есть на человека воздействуют вибрации от инструмента, от места, где он сидит, скажем, для водителя. Шум, инфразвук. На все это есть нормы, все это надо контролировать. Рабочие места в моторвагонам Депо Петербург-Балтийский такую сертификацию прошли еще пару лет назад. Здесь реализован проект «Бережливое производство». Полностью изменили технологию процесса ремонта электричек, за счет чего удается экономить миллионы рублей. «Бережливое производство» – это идеология, по которому работает предприятие. На большинстве участков пришлось переставлять оборудование, притом не по разу, для того, чтобы создать именно поток. Поток создания ценности. То есть от момента поступления оборудования в цех до момента его выхода уже в исправном состоянии. Все это делалось опытным методом, работниками предприятия, соответственно, с участием специалистов определенных, тренеров оргпрома. Создание «Бережливого производства», сертификация рабочих мест и вложение огромных средств в экологичный транспорт станут одним из основных тем обсуждения в следующем году. Ведь 2013-й президентом страны объявлен годом окружающейся среды в России. Игорь Цежонов, Александр Дружинин, Александр Высоких и Андрей Клемешов. Первый канал. Петербург.